С этого момента я начну подробнее расписывать суть новой экономики, потому что если деньги в огромных количествах где-то берутся, то значит есть источник таких денег. Этим источником могут пользоваться многие, пока он не иссякнет. В данном случае новым источником денег стало свободное время обычных работников. Общаясь в социальных сетях, они отрывают минуты от основной работы, используют дорогу на работу и обратно, отрывают драгоценные мгновения у детей и родственников. В общем, находят время. Рисунок 2. Ежедневное время использования интернет в январе 2022 года. Разумеется, я понимаю, что многие в интернет просто работают. Но если вы работаете в интернет-магазине или на другой платформе, использующей интернет, вы тоже должны понимать, что ваш труд имеет двойное назначение. Вы выполняете свою работу и вы поставляете владельцам интернет-платформ ценнейшую информацию. Анализируя и систематизируя ее, владелец интернет-платформы получает очень важные сведения, которые потом может продать. Результатом нашего общения, читай работы в социальных сетях, является уникальный контент, который социальные сети успешно продают. Сначала социальные сети просто размещали рекламу, позднее начали продавать аналитику и, наконец, ценнейшие продукты искусственного интеллекта. На рисунке 2 видно, что в среднем по планете мы бесплатно работаем в интернете ежедневно еще один рабочий день, 6 часов 58 минут. Это и в рабочие дни, и в выходные, и во время законного отпуска, и в праздники, и в будни. Это и работающие люди, и безработные, и пенсионеры, и даже дети. Судя по цифрам, за 2009 год, каждый украинец бесплатно работает в интернет ежемесячно на 686 долларов в США, примерно на 25 тысяч гривен. Именно этот факт позволяет мне говорить о второй экономике, на которую мы не обращаем внимания, за которую не требуем оплату, но которая реально существует и приносит огромные прибыли, которые старательно сложены из нашего бесплатного труда. Вторая экономика, давайте будем так ее называть для ясности, имеет целый ряд конкретных последствий для каждого из нас. Она научила нас работать бесплатно, на дядю, добрые дяди, владельцы цифровых предприятий, очень быстро разбогатели. Владельцы цифровых предприятий, благодаря своему богатству, сравнимому с ВВП многих стран мира, вышли за пределы правового поля государств. Владельцы цифровых предприятий объединились. Владельцы цифровых предприятий создали надгосударственное образование, Всемирный экономический форум, ВЭФ. ВЭФ вовлек в себя управленческие элиты основных государств мира. Иными словами, мы с вами, пользователи массовых интернет-платформ, создаем сказочные богатства людям, которые нами руководят, людям, которых мы выбираем, в руководители государств. И это теперь называется демократией. В современном мире любая прибыль облагается налогами. Практически в любых странах. Во всяком случае, в Украине, точно. Наша деятельность в цифровых предприятиях, приносящая прибыль их владельцам, должна облагаться налогами в Украине. Должна, но не облагается. По своей сути деятельность зарубежных цифровых предприятий в Украине, на примере Facebook, Meta, выглядит, как обычная товарообменная, бартерная, операция, ты, мне, я, тебе. Где Facebook якобы предоставляет своим пользователям бесплатное право размещать на своих страницах информацию, читать и комментировать ее, но за это присваивает, размещенный нами контент, размещает на его базе рекламу, а также использует в других целях. Это не пустые рассуждения. Подобная деятельность физических лиц вообще запрещена в Украине, а деятельность юридических лиц подпадает под закон Украины о регулировании товарообменных, бартерных, операций в области внешнеэкономической деятельности, прорегулирования товарообменных, бартерных, операций уголу за замшнюэкономочная деятельность и подлежит налогообложению. Почему упомянутый закон не действует в Украине, хотя бы в военное время, пока остается загадкой? Но и это еще не все. Многие государственные службы имеют свои страницы в социальных сетях, а размещенная на этих страницах информация иной раз имеет юридические последствия для всех граждан Украины от 3 до 12 лет тюрьмы. Но сейчас мы ведем речь об экономике. Подумайте, ведь какой-то сотрудник или несколько сотрудников украинского государственного ведомства за украинскую государственную зарплату создает эти страницы в социальных сетях и наполняет их уникальным контентом. А прибыль от деятельности таких сотрудников за государственный счет получает некий господин Зет далеко за пределами нашей страны. Разумно ли так поступать вообще, а во время войны тем более? Где тот предел глобализации, перед которым следует остановиться? И в чем состоит исторический смысл глобализации? В том, что более развитые страны имеют возможность за деньги беспроблемно экспортировать свои достижения менее развитым странам. А продолжение этой темы смотрите и слушайте в следующих роликах программы. Субтитры создавал DimaTorzok